Всем добрый день! Меня зовут Валерия и сегодня я подскажу рецепт очень простой домашней омолаживающей маски. Кстати, такую маску я рекомендую делать именно весной, в апреле и в мае, поскольку она стирает следы весенней усталости и авитаминоза и придает нашему лицу сияющий, свежий, отдохнувший внешний вид. Да, наша маска комплексного действия, минимум 3 в 1. Во-первых, она великолепно очищает нашу кожу, оказывая эффект мягкого пилинга и, кстати, убираю черные точки. Во-вторых, наша маска обладает мощным детокс-эффектом, поэтому не удивляйтесь, если вы сделаете несколько сеансов, несколько процедур, то вы можете заметить, как ваша кожа не только подтягивается, но и уходит пастозность, отечность с лица. Ну и, конечно, наша маска, в-третьих, великолепно омолаживает нашу кожу. И это все благодаря составу. Так вот, я рекомендую вам использовать минимум 2 ингредиента. Первый – это черная глина. Именно ее я рекомендую использовать весной. Многие знают, что черная глина, в принципе, используется для борьбы с угрями и с черными точками. Но очень многие не в курсе, что черная глина великолепно омолаживает кожу. Благодаря своему вулканическому потрясающему составу она замедляет процессы старения, выводит токсины и шлаки, нормализует обмен веществ, а главное – повышает активность клеток. Поэтому не только подтягивает нашу кожу, оказывая лифтинг-эффект, моделирует овал лица, но и даже способна разгладить мелкие морщинки. Ну и усиливаем мы ее эффект активированным углем. Но если у вас нет на данный момент черной глины, берите ту глину, которая у вас есть. И еще одна небольшая подсказочка. Мы с вами будем усиливать эффект черной глины и нашего угля. Так вот, я вам советую эту смесь заливать минералкой, газировкой. Еще раз, не просто минеральная вода, а именно газировка. В таком случае мы с вами еще получаем эффект карбокситерапии. Итак, на одну процедуру нам с вами нужно взять 2 чайные ложки глины. Можно с небольшой горкой. И из расчета на 1 чайную ложку глины мы с вами берем 1 таблетку активированного угля. Уголь нужно предварительно перетереть в порошок. Но не всегда это получается. Особенно если уголь уже как бы немножечко полежал и он не совсем свежий. Для того, чтобы не заморачиваться, я вам советую, берете 2 таблетки и чуть-чуть заливаете минералкой, газировкой. Буквально капельку. Видите, что происходит? Наш уголь как бы растворяется. И даем ему буквально несколько секунд для того, чтобы он полностью растворился в минералке. За это время мы с вами берем в мисочку и кладем 2 чайные ложки глины. Смотрите, я вот с небольшой горкой, поскольку она у меня такая достаточно рыхлая. Этого вполне достаточно для того, чтобы можно было нанести маску не только на зону лица, но и даже на шею и зону декольте. И теперь мы к нашей глине добавляем наш уже растворившийся активированный уголь. Можно немножечко перетереть для того, чтобы мелкие кусочки полностью тоже растворились. Добавляем и тщательно перемешиваем. И теперь смотрите, мы с вами договорились, что у нас будет не просто маска омолаживающая, но еще маска с эффектом карбокситерапии. Поэтому, как смогли, перемешали. Но заливаем мы нашу маску до консистенции густой сметаны непосредственно перед тем моментом, когда мы с вами будем наносить. Чтобы вот этот эффект от газировки на лице, чтобы пузырьки газа не выветрились. И именно эффект карбокситерапии у нас действительно был на коже нашего лица. Поэтому предварительно мы с вами наше лицо очищаем. Непосредственно уже стоя перед зеркалом, добавляем, ну я вам просто для видео покажу, да. Добавляем небольшое количество минералки, буквально на глазок. Перемешиваем нашу смесь. То есть нужно все это делать достаточно быстро. И кисточкой наносим смесь по массажным линиям на кожу лица. Теперь смотрите, рекомендуемый курс. Уже тут я не говорю количество процедур, но все-таки я советую, да, 10, 12, 15. Но на самом деле такую маску рекомендуется делать 1-2 раза в неделю в течение 1,5-2 месяцев. Если у вас кожа жирная, пористая, есть черные точки, вы можете делать 2-3 раза в неделю. Маску мы на лице держим не более чем 15 минут. Если у вас кожа тонкая, сухая, тряплая, то вы выдерживаете маску 10 минут. По истечении этого времени вы маску смываете прохладной водой, максимум это комнатная температура, да, и обязательно потом просушиваете лицо свое насухо, и нужно обязательно нанести какой-то крем, допустим, увлажняющий, желательно хотя бы. Почему так? Дело в том, что эта маска очистит нашу кожу, уберет излишки отмерших клеток и как бы оголяет нашу кожу. Поэтому следующий шаг, нашу кожу нужно не только увлажнить, но и защитить. То есть проще вот так вот кисточкой готовой сразу перетирать нашу смесь и наносить ее на кожу лица. Ну а теперь минутка благодарности. Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие зрители, за ваши донаты, за ваше спонсорство на моем канале, за ваше супер спасибо. Я напомню, что последний год все эти деньги идут на помощь харьковчанам, которые пострадали во время боевых действий, которые остались без жилья, которые получили ранения. Также мы поддерживаем стариков, мы поддерживаем тех пенсионеров, которые являются опекунами своих малолетних внуков. Ну и по возможности мы помогаем животным. Поэтому спасибо вам большое за поддержку харьковчан через мой канал. Ну и напомню, что ваши донаты вы можете оставить любым удобным для вас способом по ссылкам, которые есть в описании под любым видео. Еще раз, огромнейшая вам благодарность от меня. Так что берите себе на вооружение вот такой очень простой рецепт. На самом деле он не только прост, но и максимально эффективен. И преображайтесь.